В Москве открылась выставка «Восточные мотивы» в творчестве Сергея Скубко и Людмилы Скубко-Карпас. Экспозиция ознакомит публику с творчеством художников-классиков эпохи соцреализма. Эта выставка очень компактна, здесь небольшое количество работ, она очень элегантна, она очень глубока. Мне лично приятно, что практически все работы исполнены художниками в достаточно реалистической манере. Мне это очень симпатично, потому что, когда я смотрю, например, на эти чудесные пейзажи, прямо хочется туда зайти, пройтись по этим горным тропкам. В Музее Востока представлено около 20 работ из личной коллекции сына художников Юрия Скубко. Среди них портреты студентов Российского университета «Дружбы народов» из стран Африки, Азии и Латинской Америки. Юрий Скубко помогал отцу создавать шедевры. Он размешивал краски, расставлял все по местам и разговаривал со студентами. Отец преподавал в университете «Дружбы народов», писал студентов в начале 60-х. Потом он лет 20 ездил в Среднюю Азию у своего друга Ивана Хрипченко, который жил в Сарея-Сиебле из Душанбэя. Оттуда ездил, очень много писал горы, очень много писал портреты, очень любил Амара Хаяма, привозил много его стихов. А вообще у отца восточный, так сказать, зов с Востока, как писал Киплинг, кто услышал зов с Востока, вечно помнит этот зов. Зов Востока Сергей Купко услышал еще в детстве. Он родился в селе Сташевка на границе с Китаем. В 60-х художник отразил интерес к Азии уже на холсте. В работах Сергей Скубко стремится к документальности. Он очень внимательен к деталям и культурным особенностям. Его жена Людмила была ученицей Роберта Фалька, художника, который объединил в своем творчестве развитие русского модерна и авангарда. В 90-е годы Людмила Скубко-Карпас уехала в Париж, где продолжала активно работать. Влияние французского импрессионизма на творчество Людмилы Скубко-Карпас очевидно. В ее работах преобладают пастельные тона. В них много воздуха и света. Горные пейзажи, натюрморты, виды города Хивы. С восточными мотивами Сергея Скубко и Людмилы Скубко-Карпас, москвичи и гости столицы, смогут познакомиться в Музее Востока до конца недели. Инна Языхеева, Сергей Новиков, Гордей Аверьянов. Новости Большой Азии.